Время говорить Время говорить Время говорить Время, но тем не менее Отделу уже 35 лет То есть в далеком 81 году Был создан этот отдел По инициативе ряда людей Которые было небезразлично Движение туризма В нашем городе И с тех пор отдел все время формировался И развивался Очень много было сделано Дополнительных секций Было принято очень много народу И достаточное количество людей И детей было воспитано В этом отделе за это время Ну а мы Поступили туда Я там уже 30 лет почти работаю То есть на 5 лет я моложе отдела Ну и за это время Тоже подготовил немало детей Вот насколько мне известно Татьяна Николаевна ученица Олега Палыча В прошлом Да Сегодня уже тоже преподаватель Расскажите Как каждый из вас вообще попал туда Наверное Тяна Николаевна ученица Ну я пришла туда ребенком В секцию К Олегу Палыча Заниматься туризмом Я была в 4 классе Вот И с Олегом Палычем Очень много сходило походов Прошла всю школу туризма Олега Палыча Это на самом деле было И здорово И интересно И всегда На какой-то такой грани Что вдруг тебя в поход не возьмут Нормативы надо было сдавать Надо было Ну вести себя правильно Если ты ведешь себя неправильно В поход ты не пойдешь То есть надо быть Спортивным Надо быть выносливым И как всегда Девочкам не везло Во многих случаях Ну ничего Школа Олега Палыча Мне в жизни помогла Как говорится От одного тренера Меня передали другому Я начала заниматься Потом Скалолазанием У нашего другого преподавателя Шаферова Геннадия А потом Так получилось Что Я сама стала работать Тренером с детьми Сейчас для меня Очень интересно Что касса в поход Не всех берут Получается Есть категорийные походы В которых не всех берут То есть ты должен быть К этому готов Надо сдавать нормативы Я уже точно не помню Какие Но я помню Что нас заставляли бегать Я это жутко Не любила Но это надо было делать Ну то есть В первую очередь Очень важное Спортивное воспитание Я правильно понимаю? А уже потом Исследования Путешествия И так далее Да Главная подготовка Немаловажный фактор Ведь в походе Все-таки Как выносливость Проявится Того или иного человека Не возьмешь Вот пришедшего новичка Здравствуйте Я вот хочу ходить в походы Возьмите меня в поход Так не бывает Изначально Какую-то подготовку Они должны пройти Теоретические навыки Ну и в том числе Поотрабатывать Хотя бы элементарные Практические навыки Чтобы идя с ним в поход Ты был Ну Не то что сказать Спокоен А чтобы ты был уверен Что в случае чего Вся команда Может сработать Очень хорошо И поход будет Пройден Без каких-либо потерь Сергей Евгеньевич А как давно вы работаете В отделе туризма и краеведения? В отделе туризма и краеведения Работаю 6 лет Туда я попал Скажем так Занимаясь с детьми Просто на базе Второй школы Занимался по программе Школы безопасности До этого Так повернулось Что здесь Во Владивостоке Я познакомился Со скаутским движением Стал скаут-лидером Мне это очень понравилось Ну а так как Татьяна уже сказала Я тоже ранее занимался Туризмом И кстати Начал заниматься Спортивным туризмом В 97 году Кстати с этого момента Берет начало Основание Школы безопасности В Приморском крае И вот так вот Пошло наложение Того опыта Потом Интересов Определенных Привел к тому Стал заниматься С детьми Но с детьми Надо заниматься Официально Поэтому пришлось Обратиться В учебно-образовательное Учреждение Мы о школе безопасности Чуть позже подробнее поговорим Хорошо А сейчас Хотелось бы поднять Тему Такого Широкого направления Спортивного туризма Альпинизма Скалолазания Для кого не секрет Что в советское время Это было очень развито Люди постоянно ходили В походы Школьники Спорт был очень развит Да Сегодня это возвращается И вот интересно На каком уровне На сегодняшний день Это направление Находится Как много ребят Возвращение Олег Палыч Расскажет Ну Сегодняшняя ситуация Как и все остальное У нас Несколько Немножко сложно Это все Сейчас стало По сравнению Я же 30 лет Уже этим занимаюсь Даже больше Вот И у меня есть чем сравнивать Как это было В советские времена И как сейчас Сейчас Да Действительно Немножко Скажем И власти И страна Вообще В целом Повернулась Лицом К этому виду спорта Ведь это На самом деле Самый массовый вид Где дети Могут себя Практически В любой области Себя использовать И попробовать И развить Вот Поэтому Наверное Благодаря этому Сейчас немножко Стала Поддержка В этом плане И мне это Отрадно Ну Хотя Сложности Все равно есть Скалолазание Альпинизм Теяна Николаевна Это ваша школа Ваши ребята Занимаются Я скажу так Что сейчас Скалолазание Во-первых Ввели в олимпийский вид спорта Что стало немаловажным Очень много детей Начало приходить Секцию Когда мы занимались Мы в основном Занимались На открытом рельефе То есть Выезжали на скалы У нас не было Тренажеров Таких Как есть сейчас В городе большой Скалодром Скалодром Да То есть Мы в основном Работали только На открытом рельефе Очень мало Занимались В залах Сейчас нам позволяет Заниматься Круглый год То есть Мы занимаемся В зале Зимой всегда С детьми То есть У детей есть возможность Лазить круглый год Весна Осень Стараемся ходить Конечно Выводить их на скалы Но дети Больше любят В зале заниматься Почему-то Я не знаю Почему на скалолазании Почему-то Больше зальный вид спорта Стал Чем уличный Хотя На природу Дети тоже с удовольствием Ходят Вы видите На чемпионаты России Вывозите ребят Насколько мне известно Да Вывозим на чемпионаты России Но сейчас немножко В стране такая обстановка Что мы не можем Много возить детей Ну элементарно Не хватает на всех средств Видов спорта много Выделяются Не на всех Когда нам дают деньги Мы с удовольствием Возим детей Дети очень любят Выезды на всероссийские соревнования Это и уровень Это и подготовка Какая-то уже совсем другая И мы же не можем Вариться только в своем Да Как говорится Вместе Нам надо смотреть Как лазят другие Нам надо двигаться Нам надо совершенствоваться Ну и конечно Хочется большего увидеть Ну у нас перспективные спортсмены есть? Конечно есть Они всегда Они в любом виде спорта есть И я скажу Что дети приморские Владивостокские Они все Вот и туризм И спасатели Все наши дети Они когда приезжают на Россию Они всегда показывают Хорошие результаты То есть не бывает такого Что мы С Дальнего Востока Люди даже не знают Где это находится Некоторые Когда мы приезжаем На соревнования Мы говорим Мы с Приморского края Это где это Откуда Они даже не знают Что наши дети Так могут хорошо лазить Но это очень радостно Когда твой ребенок Лезет и показывает результаты Это прям Для тренера Это всегда радостно У нас рельеф Позволяет хорошо У нас да У нас это позволяет Ну дай бог Чтобы было больше чемпиона Сергей Евгеньевич Я думаю Как раз подошел момент Поговорить о вашей школе Расскажите Чем занимаетесь вы Ну основное Мое направление Деятельности Это конечно же Школа безопасности Как я чуть ранее сказал Что свое начало Она берет В 1997 году Непосредственно Скажем так 9 июля Этого года Прошли первые Краевые соревнования По школе безопасности Вот опять таки привязка Откуда взялась Например К отделу туризма И краеведения Каким образом Туда зашла Школа безопасности Дело в том Что первые Участники Этой школы безопасности В основном Были именно Туристы Ориентировщики Кто занимался В этих секциях Тогда не было Отдельного развития Направления Как школа безопасности И Скажем так С дальнейшим Год от года Развитие происходило Все сильнее и сильнее К примеру Если вот первые соревнования Там было заявлено 17 команд Из 14 муниципальных Образований Края То спустя два года На вторых соревнованиях Которые краевого масштаба Проводились По школе безопасности Было уже заявлено 27 команд Из 23 муниципальных Образований Края Сразу же Рост какой пошел И с того же года Начали создаваться Кружки Кодетские классы По направлению Школы безопасности То есть 1997 год Стал стартовым Если в том году Было создано Порядка Трех кружков То спустя год Их уже Насчитывалось 28 Ну и в дальнейшем Шло просто развитие Именно этих секций На данный момент По программе Школы безопасности Занимаются Не только кружки Есть и Кодетские классы Есть и Просто секции Плюс у нас Сейчас появилась Добровольная Пожарная охрана Которая включает В себя Молодежь И секции Юных пожарных Тоже работает По Скажем так Школе безопасности Так или иначе В 2017 году Вы будете Круглую дату Праздновать И правильно Понимаю Можно поздравлять Можно считать Так Как много Сегодня мальчишек И девчонок Занимаются У вас в отделе У нас Очень много У нас Вот именно В секции Скалолазань Детей очень много Вообще по отделу Порядка 800 человек А вы ведь Получается И со школами Работаете Я правильно понимаю А как происходит Этот механизм Привлечения Ребят Не все же готовы Пойти Детям хочется Поиграть Сегодня очень много Гаджетов Различных Вы как-то Лекции читаете Как привлекаете На самом деле Если по моему Виду говорить То он Привлекательен тем Что он Очень подвижный Мы проводим В школах Дни здоровья И где ставим Полосы туристские Полосу препятствий Это очень нравится Школьникам Особенно младших Классов Четвертый И среднее звено И благодаря этому Происходит Такая Как бы сказать Агитация Что ли И дети С удовольствием Приходят И занимаются Видом этим Спорта Ну вот Таким образом Привлекаем Ну естественно И ходим По классам Убеждаем А потом Даже вот Взять Мы проводим Такие тематические Походы По нашему Полуострову Даже На нашей Тоже Владивостокской Крепости И прочее Это тоже Увлекательно И детей Привлекает Они с удовольствием Тоже принимают Участие Таким образом Мы привлекаем Я понимаю Что походов Конечно немало Путешествий Немало Тем не менее Хотелось бы Услышать истории О последних Таких Наверное Самых масштабных Которые бы Вы видели Расскажите О походах? Да У нас На самом деле У меня В кружке Такая подготовка Идет Пятилетняя Мы набираем Детей И потом В течение Пяти лет Их курируем И таким образом Мы первый год Проводим походы По нашему краю То есть Знакомим С нашими Достопримечательностями Памятниками природы И прочее А последующие годы Уже Выезжаем В регионы России Ну вот Последний Пятилетний план У нас закончился Буквально Вот Два года назад Мы посетили Камчатку Саяны В этом году Уже в Крыму Побывали Новый регион Для нас Кстати Очень интересный И детям Всем понравилось Они все хотят Еще раз туда съездить Ну на самом деле Что море Воздух И все такое Горы А самым интересным Для нас районом И мы готовим детей К нему Это Камчатка Конечно уникальный район Увлекательное путешествие Ну Очень много Экзотических Таких вещей В том числе И медведей Все знают Нам приходилось Очень много Встречаться Расскажите Как ребята реагируют Знаете Вначале Когда собираются В поход Все говорят Да мы этого медведя Там почешем За ухом Да все Когда это встречается В реальной природе Конечно все боятся Но когда мы встречаем Уже 15 медведя За маршрут Уже как-то честно говоря Уже не боятся особо Так сторонимся Но В общем правильно себя ведете Да Фотографируем А насколько большими группами Вы выезжаете В такие масштабные поездки Все зависит от Сложности похода Конечно В простые походы Там мы по 15 И 20 человек Уходим Ну чтобы подняться На какую-то вершину Тем более у нас Мы создали Такой вот значок Приморский барс Может кто слышал Вот Благодаря этому Приморскому барсу Очень хорошее движение Сейчас поднялось И люди стремятся Это надо посетить 10 вершин В нашем крае И вот люди стремятся И получают эти значки Вот Это тоже хороший стимул Для детей Кроме этого Есть еще ряд других Увлекательных Таких для детей Ну скажем Регалий Там тоже В том же числе И разряды Мы получаем Вот Начинаем конечно С простых походов А вот в сложные Там да Количество детей Ограничено Во-первых Кто может По физическим данным По медицинским показаниям По технической подготовности Естественно Ну и соответственно По финансовому Это все-таки Родителям приходится Оплачивать А выехать в тот же Допустим Регион Алтая Ну это немало Деньги Хотя мы там тоже были Я знаю что у вас Также есть интересная история Про то как вы собираете Детей в лагерях Расскажите Татьяна Николаевна Когда первый раз Возникла такая идея Да Вывести детей в лагерь Даже это не лагерь А сборы Мои дети на тренировках Любую минутку свободы Начинали сидеть в телефонах То есть это проблема Сейчас всех Телефон забирает Очень много У ребенка времени Зрения Ну его сил В общем Он только в телефоне Да не только у ребенка Да что вы говорите Ну и у взрослого тоже И создалась такая идея Вывести детей На спортивные сборы Которые называются Без гаджетов С собой нельзя Ничего электронного Кроме телефона Приехали Родителям позвонили Телефоны отключили Сдали В пакетик завязали На всю смену спрятали Родители все Сразу эту идею Приняли за ура Дети конечно Сразу Ну начали печали Грустить Но наша задача На таких сборах Провести досуг У ребенка так Чтоб ему некогда Было думать о телефоне В общем мы Отработали первую смену Так что ни один Ребенок Не попросил телефон Позвонить родителям домой Родители звонили нам То есть нам эта идея Позвонить подъем Интеллектуально Каждый раз Каждый знал Позвонка И дети открываются Дети открываются Совсем с другой стороны Они могут рассказать О своих допустим Проблемах Которыми они не поделятся Никогда с родителями Потому что родители для них Ну как они Некоторые видят их Они воспитывают их А мы можем с ними Поговорить Дать совет Это тоже очень важно Потому что ребенок Не всегда сможет Подойти ко взрослому И рассказать о своей проблеме Дети они в конце Сначала они как ежики Себя все ведут То есть как-то так Отстраненно А потом они уже В конце становятся Мягче-мягче Добрее И как-то и дружат Они друг с другом У них в конце Такие теплые отношения Что у нас Был момент Мальчика папа забрал Потому что ему надо было Ехать на другое мероприятие На другие сборы Ребенок расплакался Что он не поедет Со всеми в автобусе домой Все То есть родители Дети даже не узнают В хорошем смысле Своих детей Дети книжки начинают читать Я вам больше скажу Я фотографию скидываю Ребенок книжку читает Мама пишет Это мой Вова Я пишу Да, это ваш Вова Он сидит книжку читает Понимаете Вот она концепция лагеря Чтобы ребенок Занялся книжкой Чтобы он умел Себя обслуживать сам Чтобы он умел дружить Чтобы он умел разговаривать А не сидеть в телефоне И занимать свое время Вот этой вот Ненужной вещью В условиях Ограниченности какой-то Созданной Ну, назовем так Дикой природой Да, когда мы выезжаем Куда-то Ведь нету вот этих Доступных средств Массовых коммуникаций Гаджетов Всего этого нету Оно может есть с собой Но ты выезжаешь В полевой лагерь Ты выезжаешь Порядка двух недель Какой телефон Выдержит такую зарядку Соответственно Ничего этого нету Они начинают Реально ценить Ту ситуацию Где они находятся Ценить вот эти Маленькие, может быть Подарки Когда на вечернем огоньке Ты отмечаешь Кого-то лучшего И даришь Незначительный подарок Я не знаю Может быть Это какая-нибудь кепка Или это может быть Туристическая сидушка Которая у нас Хоба называется Они довольны Само что удивительно Спустя некоторое время Когда ходишь Походы Они говорят А вот эту вот Хобу Я заработал в лагере И у них прям Такая гордость Прям Ну Им интересно Реально становится Вот эти гаджеты Они уходят на задний план Вы ведь с ребятами И сплавляетесь по рекам Это достаточно сложное Очень серьезное Даже отчасти опасное Увлечение Расскажите Как проходят Ваши такие походы Ну Весь спортивный туризм Как ни крути Опасный В том числе И непосредственно Водный туризм Даже на спокойных реках Кажется Где ничего не ожидаешь Может случаться Разные ситуации Поэтому Изначально Конечно Это подготовка Подготовка Сначала Скажем так В помещении Опять-таки Отработка физических Навыков Отработка Умение работать С веслом Просто в воздухе Техники работы С веслом А потом уже Плавный переход На воду Приучение Скажем так Начинаются Ну Назовем Простеньких соревнований Которые проводятся Для новичков Когда дети Первый раз Садятся на катамаран Или на более Сложное Судно В плане управления Каяк Ведь на нем Надо очень хорошо Держать равновесие Маленькая лодочка Размером с человека На которую Надо умудриться Не то что Просто там Плыть по течению Да Сопротивляться Этому течению А иногда И какие-то трюки Исполнять Поэтому Тут Очень много Неожиданностей Или может быть Очень много Элементов Которые между Друг другом Связаны Безопасность Техника Тактика Прохождения Умение Чтения Водных потоков Это все Немаловажно И вот у нас Была ситуация Связанная Скажем так Со сплавом По реке Партизанская Когда В принципе Спокойная река Просто решили Повернуть В одну протоку А впереди Идущее плавсредство Решило повернуть В следующую Протоку Пока их дозывались В итоге Один экипаж Не справился И влетел В расческу Расческа Это заваленное дерево Пришлось проводить Спас работы Срочно То есть Ну в принципе Ни судно Не пострадало Ни дети Не пострадали Ну не будем считать Мелкие царапины Но опыт был Определенный опыт был Утопили Впечатления Один экипаж Бама, Нашошино. Вот можно туда. А во дворец детского творчества, я так понимаю, так же? Да, в отдел наш туринговое краеведение можно обратиться, да, и... Там уже все подскажут. Конечно, подскажут, расскажут. Наши данные везде есть. К сожалению, нам пора заканчивать. И напоследок я бы хотела, чтобы вы поздравили коллег и учеников с праздником, с 35-летием. Ну, наверное, это сделаю я. Да, дорогие наши коллеги, друзья, ребята, которые занимаются в наших секциях. Хочется поздравить вас с этим замечательным праздником. Хочется, чтобы каждый ребенок, да, каждое сердце, которое мы зажгли, разгорало все ярче и ярче и в жизни попробовал как можно больше, да. И какую-то сложность прохождения водных рек, и в поход сходить, и на скалу залезть. Чтобы вы не сидели дома, да, чтобы наши задачи, да, воплощались в вас. Мы вас, детей, очень любим и всегда ждем в своей секции. Приходите, добро пожаловать, ждем всех. Мы в свою очередь еще раз поздравляем вас с 35-летием. Спасибо за то, что вы делаете, воспитываете здоровое и доброе поколение ребят. Спасибо вам огромное. С праздником. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на восьмом. Субтитры подогнали Симон.